Продолжим грамматический разбор суры Аль-Байина «Ясное знамение». Мы закончили араб слова Мунфаккина в первом айте, сказав, что это хабр якун, хабр недостаточного глагола якун. Мы подробно поговорили об этом. Дальше Предлог родительного падежа, обозначающий предел предшествующего действия. То есть, то обстоятельство, что они придерживали своего неверия и т.д., это продолжалось до того времени, когда к ним пришло ясное знамение. С неизменяемым кончайным суконом на конце. Татья – это феулен мударен, глагол настоящего будущего времени. Мансубан би ан мудмаратан вуджубан ба'ад хатта поставлен в состояние посредством скрытого в обязательной форме глагола в обязательной форме после предлога хатта скрытой частицы «ан». В основе это выглядит вот так, например, хатта ан татья, т.е. или ан татья, или итьяне. Значит, татья – это мансубан би ан, глагол поставлен в состояние нас в частице «ан», скрытой, подразумеваемой частице «ан». В аламуты наспе – признак состояний нас в этом глаголе. Аль-фатхата с-захирту аля ахири, явная фатха на его конце. Хум, аль-ха, это у нас дамиры нуттасы, слитное местомение. Мабнив аля дамы с неизменяемым кончайным с дамой на конце. В махалле наспин на месте паджа, нас в юнитину паджа. В аль-мимус сакинута сукниру на мим на конце – это аламуту джами аль-музаккри – признак множественного числа мужского рода. Мабнив аля с суконис – неизменяемым кончайным суконом на конце. Ла махалле нахамин аль-а-раби не имеет места в падеже. Аль-байнату – это у нас фаалин муаххарин аль-маф'ули. Т.е. фааль действующее лицо глагола татья поставлен после своего маф'уля. Прямого дополнения. Глагол татья вместе со своим фаалем. Все это глагольное предложение. Ла махалле нахамин аль-а-раби вахдаха. Отдельно без частицы «ан» не имеет места в падеже. Однако мы знаем, что «ан» – это частица, которая превращает свой глагол, глагол, который за ним следует в «мастер», т.е. в отглагольное имя, в имя действия. Поэтому здесь и говорят «ва-ан маа ма дахалят алейхи», т.е. скрытая частица «ан» вместе с тем, что приходит вслед за ней, т.е. вместе с татья хумуль байна будет фи тауил муфради, будет рассматриваться как одно целое, понимать как одно имя. Или как еще говорят, фи тауил мастер, рассматриваться как мастер, как имя действия, как отглагольное имя. Т.е. получается «хатта татья хумуль байна» или «ан татья хумуль байна» и в итоге «или айтия ниль байна» заменив его на «мастер», т.е. до прихода ясного знамения. Значит, как мы видим, мы заменили глагол «татья» на «мастер», имя действия, а его фааль «аль байна» стал у нас «мудафом илейх», вторым членом изофятного сочетания, изофятной связки, для понимаемого, извлекаемого мастера итьян. Итья ниль байнати. Вот почему мы здесь скажем, что ва-ан ма-ама дахалят алейх, частица «ан» вместе с упомянутым последним глаголом, вместе с фаалом, все это фи-тау-ли-ль-мастери, рассматриваться как мастер, как одно имя, как имя действия, как отглагольное имя. Фи-махалли джарин би хатта будет на месте пад-джжер родительну пад-джир посредством предлога хаттаh. Валь-джару валь-мачрур, харфу-джар хатта, предлог родительну пад-джир хатта и находящийся посредством ниво НАМЕСТЬ пад-джарь, извлекаемое, понимаемое имя действия, глагольное «имя», то значит, это мастер «итьян», фи-итьяни, т.е. итьяни, ал-джару валь-мачруры, мут-таалли-кани, состоит во смысловой связке бимон-фак-ино со словом «мон-факк***», Аль-Лидзи хвас муль-фа'лик, являющегося именем действующего, именем действователя, причастием действительного залога, а значит и воздействующего на окончание других слов, так же как и свой глагол инфакка-янфакку-инфикакан, от которого он и образован. А мы уже сказали, что мунфаккина это у нас хабр-якун, хабр недостаточного глагола-якун, аль-фа'лю-на-каса-якун. Дальше, Расуль ммин Аллах, ятлю сухофам мутахара, посланник от Аллаха, который читает очищенные свитки. Арасуль на эту нас Бадаль, замена, заменительное предложение, заменитель слово Албайна, и Бадаль, приложение поставленное в состояние раф-именительной падежи имени, так же как и оно будет в состояние раф-именительной падежи. Признак падежа рафа в этом имени явно на его конце. Предлог родительного падежа мабнива на соконе с неизменяемым окончанием сlimitedам на конце, А его окончание, то есть конечная буква «нун» в харфе «мин» была огласована фатхой во избежание встречи двух секунд. «Нун» и первые из двух ламов в славе «Аллах» имя величия. «Аллах» это у нас имя величия, маджрурум бимин поставлено харфом «мин» в состояние джарва родительной падежки. «Алламуты джар» и признан поджарь джарва этом имени. «Аль-касрату-ззахрату аля ахилих» явная касра на его конце. «Алл-джару-вал-маджруру» предлог родительную падежь «амин» и поставлено им состояние джар в родительную падежь имя величия Аллах, мута'алликани би-расулин состоят в смыслах и связке со словом «расулин». «Почему? Ли-эннух бима'на мурсалин, ва хвасму мафулин». Так как «расулин» здесь в значении «мурсалин», то есть «послан», «отправлен», то есть это имя поддействованного, причастия страдательного залога. Или же еще мы можем сказать «ал-джару-вал-маджруру», то есть «мин Аллахи мута'алликан би-сифатин махадзуфатин» или «расулин». Связанность состоит в смысловой связке со скрытым, удаленным, сифатом, описанием, определением слова «расулин», то есть «расулин ка-инун мин Аллахи». В основном это выглядит вот так «расулин ка-инун мин Аллахи». «Аллаху а'лам». Продолжим, иншаллах, на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова